Антонина Зубец в фехтование пришла из балета. С детства девочка восхищалась боями на мячах в фильмах о супергероях. Это и вдохновило юную спортсменку взять в руки рапиру. Открытие нового зала Антонина восприняла с энтузиазмом. Теперь оттачивать мастерство станет еще комфортнее. Зал больше вполне. И теперь хорошо, что занимаются только фехтовальщики, и никто другой, как в другом зале. Алина Сидорейко, кандидат в мастера спорта по современному пятиборью. Фехтование – та дисциплина, которой девушка в последнее время уделяет особое внимание. В планах получить высокий разряд и пробиться на крупнейшие международные старты. И новый зал, уверена девушка, обязательно этому поспособствует. Чувствую, что этот зал даст мне новые возможности. Как говорится, новое место тренировок – новые победы. Площадь нового зала по прикладным видам спорта – более 500 квадратных метров. Здесь благоустроены шесть дорожек для фехтования. Занятия будут проводить четыре тренера. На каждого специалиста по 30 детей в возрасте от 7 до 11 лет. Вот эти условия в виде вот таких залов – это, я считаю, самый весомый вклад для того, чтобы мы могли найти ребятишек, которые в последующем станут чемпионами и будут радовать нас своими выступлениями и вместе с тем прославлять страну. Как такого зала специализированного у нас в Гомеле никогда не было. И вот спустя, скажем, наверное, лет 20, когда мы наконец-то вошли в этот прекрасный зал. Помещение в три раза минимум больше, чем мы имели. Открытие нового зала по прикладным видам спорта станет новым этапом в истории гомельского фехтования. Возможно, из этого помещения совсем скоро выйдут новые олимпийские чемпионы. Продолжение следует...